Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам, хоть и с опозданием, даже с большим опозданием, комментарий к практике Верховного Суда по налогам за 2019 год. Ну, понятно, что из-за коронавируса все планы смешались, поэтому комментарии выходят с большим опозданием. Другой вопрос, что в этом опоздании есть и определенный положительный момент. Дело в том, что можно будет лучше понять, как практика 2019 года отразилась на налоговой практике 2020 года. Представляет настоящий комментарий Юзвак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Что касается плана настоящего комментария, то он достаточно простой. Во-первых, сначала будут рассмотрены источники, по которым можно оценивать и проследить практику 2019 года. Затем будут рассмотрены налоговые споры, связанные с общей частью налогового права. Ну, а потом будут рассмотрены налоговые споры применительно к отдельным налогам. Итак, что касается источников, по которым можно проследить налоговую практику за 2019 год. Ну, во-первых, здесь сразу следует заметить, что рассматриваются налоговые споры, которые разрешаются в рамках системы арбитражных судов. Применительно к источникам, во-первых, следует обратить внимание на судебную практику, точнее, итоговые материалы по судебной практике за 2018 год. Дело в том, что в рамках рассмотрения данной судебной практики также рассматривалась практика и 2019 года. Непосредственно практике 2019 года посвящены ряд материалов, которые размещены на моих каналах в социальных сетях. Ну, во-первых, есть видеоматериалы, например, обзор налоговых споров за 2019 год. По сути дела, это такой компелитивный материал, поскольку в нем собраны выпуски по месяцам, в которых рассматриваются налоговые споры, наиболее интересные налоговые споры. Кроме того, за 2019 год был подготовлен обзор топ-10 налоговых споров, в который вошли наиболее интересные акты судебной коллегии по экономическим спорам. Налоговые споры также имеют определенное влияние и на практику конституционного суда, поэтому имеет смысл рассмотреть комментарий к практике конституционного суда за 2019 год. Непосредственно ознакомиться с содержанием различных судебных актов можно на моем канале на Яндекс.Дзен, поскольку там публиковались текстовые обзоры налоговой практики за 2019 год. Помимо того, что там публиковались различные обзоры по месяцам, кроме того, там есть тематические обзоры, которые затрагивают НДС, налог на прибыль, имущественные налоги и другие налоги. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что практика 2019 года в какой-то мере отражена в текстовом комментарии за 2014-2018 года. Этот комментарий был приурочен к пятилетию судебной реформы, прежде всего, к пятилетию реформы Верховного суда. Этот комментарий выпущен и, в общем-то, он даже продается, поэтому, кому интересно, можете поискать его и купить. Наконец, хотелось бы обратить внимание, что практика 2019 года имеет определенное влияние на практику 2020 года. Поэтому в данном случае вы можете посмотреть выпуски, связанные с практикой 2020 года. Речь идет как о практике Верховного суда. Ежемесячно выпускаются обзоры по этой практике, как видеообзоры, так и текстовые обзоры. Кроме того, выпущен обзор практики Конституционного суда за первое полугодие 2020 года. Там есть определенные акты Конституционного суда, которые связаны как раз с решениями Верховного суда за 2019 год. Итак, традиционно, сначала предлагаю в целом посмотреть на акты судебной коллегии по экономическим спорам, которые затрагивали вопросы общей части налогового права. Правда, здесь сразу хочу отметить, что не все судебные акты носят какой-то содержательный характер. Так, например, определение по делу Росгидра в принципе не содержит каких-либо выводов, поскольку налогоплательщик отказался от своих требований. Поэтому в целом обратите на это внимание. Так, ну и первое дело, которое хотелось бы рассмотреть, это дело, связанное с проблемой начисления процентов на переплату. Именно данная проблема была затронута в деле «Монолит». В данном деле рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик обратился за возвратом переплаты, по которой истек трехгодичный срок. Ну и понятно, что налоговый орган в досудебном порядке отказался возвращать данную переплату. Но налогоплательщику удалось в судебном порядке эту переплату вернуть. При этом налогоплательщик захотел на эту переплату начислить проценты. И вот как раз и возник вопрос, насколько правомерно требование о начислении процентов. Верховный суд в данном случае налогоплательщика не поддержал. Так, во-первых, было указано на то, что налоговый орган, который отказался в досудебном порядке возвращать переплату, по которой прошло три года, он действовал правомерно. Поэтому здесь никаких нарушений со стороны налогового органа не произошло. И при этом Верховный суд указал на то, что начисление процентов может происходить только в том случае, когда происходит необоснованное удержание денежных средств в бюджете. А здесь такого не происходило. То есть налоговый орган правомерно отказал на досудебной стадии возврате переплаты. Ну а в рамках судебного разбирательства налоговый орган своевременно, с учетом судебного решения, вернул переплату. В этой связи Верховный суд пришел к общему выводу о том, что оснований для начисления процентов нет и, в общем-то, не было в данном деле. Следующий спор связан с последствиями обнаружения ошибки и с порядком исправления налоговых последствий в связи с данной ошибкой. Эта проблема была отражена в деле со сложным названием, если просто говорить, ключ авто минеральной воды. В данном деле рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик необоснованно применил вычеты по НДС. При этом налогоплательщик, хотя и не мог принимать вычеты по НДС, он мог отразить соответствующий входящий НДС в рамках расходов по налогу на прибыль. То есть в периоде, в котором он мог отразить эти расходы, он не отразил, соответственно, он уплатил налог в большем размере. В этой ситуации возник вопрос при обнаружении такой ошибки, в каком периоде отражать последствия этой ошибки. Либо корректировать прошлый период, либо отражать последствия в текущем налоговом периоде. Налоговый орган, как и нежестоящие суды, полагали, что поскольку точно известен период, когда допущена ошибка, то необходимо уточнять именно данный прошлый период, где произошла ошибка, а не текущий период. Однако Верховный суд с таким подходом не согласился. Было указано на то, что в статье 54 Налогового кодекса для налогоплательщика предоставлено право выбора, в каком периоде осуществлять корректировку. Либо в прошлом периоде, либо в текущем. Поскольку ошибка не привела к недоплате налога, то у налогоплательщика такое право есть. При этом Верховный суд также сослался на позицию, которая была выражена им в деле ФК Пульс. Наконец, Верховный суд, по сути дела, скорректировал, а может даже отменил подход, который был выражен в акте высшего арбитражного суда. Так, Верховный суд указал то, что позиция высшего арбитражного суда по поводу того, что отражать в текущем периоде последствия ошибки можно только в том случае, если неизвестно, когда эта ошибка была допущена, этот подход устарел, поскольку не учитывает изменения, которые были внесены в статью 54 Налогового кодекса. Поэтому налогоплательщикам, безусловно, вот этот подход, новый подход Верховного суда необходимо учесть. Так, следующее дело – это дело ТПК. Ну, на самом деле, это одно из наиболее интересных дел в 2019 году. Его достаточно много обсуждали специалисты, да и я достаточно много времени уделил данному делу, в том числе рассматривал его в рамках материала о топ-10 налоговых споров. Но, тем не менее, я думаю, и сейчас интересно рассмотреть проблему данного дела. В деле ТПК рассматривался вопрос о пределах снижения налоговой ответственности при наличии смягчающих обстоятельств. В данном случае рассматривалась ситуация, когда суды посчитали, что при наличии смягчающих обстоятельств штраф можно снизить до нуля. И возник вопрос, насколько правомерно снижение штрафа до нуля. Вообще, следует заметить, что вот эта проблема, она поднимает более глубинную проблему, которая существует в налоговом праве. Дело в том, что вообще в публичных отраслях существует, ну, не знаю, как это назвать, либо институт, либо такой инструмент, как малозначительное нарушение, за которое не назначается наказание, ну, поскольку это бессмысленно. То есть такой инструмент, институт, он есть в административном праве, в уголовном праве, но такого инструмента нет в налоговом праве. И многие специалисты рассматривают это как пробел. И, возможно, суды как-то глубинно, подсознательно понимают, что действительно необходимо как-то этот пробел преодолевать. И одним из способов является снижение штрафа до нуля. В ситуации, когда нарушение налогоплательщика было малозначительным и к никаким негативным последствиям это нарушение не привело. Несмотря на все это, Верховный суд указал на то, что снижение штрафа до нуля, по сути дела, означает освобождение от налоговой ответственности. Вместе с тем, налоговым кодексом не предусмотрена возможность полного освобождения от налоговой ответственности при наличии смягчающих обстоятельствах. В этой связи Верховный суд посчитал, что снижение штрафа до нуля недопустимо. Здесь следует заметить, что в деле ТПК была затронута и еще одна проблема. Дело в том, что данное дело, оно было направлено на новое рассмотрение. И Верховный суд в целом указал, что нежестоящие суды должны с учетом обстоятельства ценить, насколько может быть снижена ответственность. Вместе с тем, суды при новом рассмотрении, в принципе, посчитали, что смягчающие обстоятельства отсутствуют. То есть штраф, в принципе, никак не был снижен. То есть значительно ухудшилось положение налогоплательщика. И вот на это хотелось бы, в принципе, обратить внимание. То есть вообще существует такая общая проблема восприятия решений Верховного суда. Так, даже положительные решения, нежестоящие суды трактуют настолько узко, что не применяют их, казалось бы, к схожим ситуациям. Ну, ярким примером может быть дело Коголым-Авиа. Когда Верховному суду несколько раз приходилось воспроизводить свою позицию в схожих ситуациях. Есть и другая проблема, которая связана с описываемой. Это когда, в принципе, Верховный суд делает вывод не в пользу налогоплательщика. В этом случае нежестоящие суды пытаются, скажем так, расширить возможности применения данного негативного вывода. И примером, мне кажется, является как раз дело ТПК. Замечу также, что вот эта проблема, на мой взгляд, она существует и в практике 2019 года, и отразилась в практике 2020 года. А именно в рамках дела ЮМАКС, в котором Верховный суд предоставил определенные права налогоплательщику, ну, а нежестоящие суды эти права стали игнорировать. И в связи с этим Верховному суду, по сути дела, вновь пришлось воспроизводить свою позицию. Так, переходим к налоговым спорам по НДС. Ну, и традиционно вы видите обобщающий слайд с актами судебной коллегии по экономическим спорам, применительно к спорам именно по НДС. Ну, и рассматривая НДС, хотелось бы начать, ну, вообще, следует заметить, со старой темы, но в рамках которой поднимались новые вопросы. А именно, тема связана с применением расчетной ставки по НДС. В данном случае речь идет о продолжении практики, которая начала формироваться с принятием дела по индивидуальному предпринимателю Зайчуку. Ну, здесь я напомню, что в данном деле рассматривалась ситуация, когда физическое лицо осуществляло деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и было признано, что это деятельность предпринимательская. А значит, лицо должно оплачивать налоги по общей системе. Здесь возник вопрос, а как определять налоговые последствия по НДС? Либо прибавлять к стоимости продаваемого товара НДС, либо извлекать НДС из стоимости товаров, то есть применять расчетную ставку. Понятно, что последний вариант, он более выгоден налогоплательщикам. Сформировав данный подход в деле ЭП Зайчука, Верховный суд стал расширять применение этого подхода. И возможность применения расчетной ставки по НДС была допущена в делах об утрате права на ОСН. В данном случае речь идет о деле Северо-Восток. Здесь следует заметить, что схожая проблема была поднята в 2020 году в деле Сардана-Строй. Но это отказное определение судей, но там, в общем, эта проблема рассматривалась. Наиболее интересный вопрос и, как говорится, будоражащий, как специалистов, так и налогоплательщиков, а применяется ли позиция о расчетной ставке в том случае, если налогоплательщик злоупотреблял своими правами. Например, искусственно создавал условия для применения специальных налоговых режимов. Дело в том, что в акте по делу ЭП Зайчука были некоторые формулировки, которые позволяли делать вывод о том, что для недобросовестных налогоплательщиков расчетная ставка не применяется. Однако эти опасения Верховный суд опроверг в делах индивидуального предпринимателя Угрюмовой и Петашова. В данном случае было указано на то, что злоупотребление налогоплательщика не препятствует применению расчетной ставки по НДС при определении налоговых обязательств по НДС. Но вообще следует заметить, что несмотря на формирование такой позитивной, положительной практики для налогоплательщика, есть и отрицательное решение. И пример – это индивидуальный предприниматель Рожкова. В данном случае индивидуальный предприниматель необоснованно применял единый налог на вмененный доход. Но при этом при определении налоговых обязательств предприниматель настаивал на применении расчетной ставки по НДС. Однако суды отказали, нежестоящие суды, и судья Верховного суда поддержал этот подход, отказали в применении расчетной ставки. Во-первых, было указано на то, что из обстоятельств следует, что товар закупался без НДС, платежные документы выставлялись без НДС. Ну и из пояснений покупателей также следовало, что в стоимости товара НДС продавцу… в стоимости товаров, в общем-то, НДС отсутствовал. Но здесь сразу следует заметить, что все-таки в данном случае это решение, этот подход, он сделан на основе конкретных обстоятельств дела. То есть в данном случае здесь нет такой связи, что ЕНВД препятствует применению расчетной ставки. И подтверждением этому является дело 2020 года – торговый дом Снегири. В данном деле также необоснованно применялся единый налог на вмененный доход, но при определении налоговых обязательств по НДС была применена расчетная ставка. Следующая проблема, которая была поднята в 2019 году применительно к НДС – это вопрос о применении вычетов в отношении купленной рекламной продукции. В данном случае рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик приобретал рекламную продукцию, это рекламные каталоги, буклеты, стоимость которых была ниже 100 рублей. И возник вопрос, можно ли в отношении данной продукции применять вычеты по НДС. Налоговый орган полагал, что вычеты по НДС применять нельзя, поскольку этому препятствует под пункт 25 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса, в котором предусмотрено освобождение от уплаты от НДС при реализации рекламной продукции, рекламных товаров, стоимость которых меньше 100 рублей. То есть в данном случае налоговый орган полагал, что приобретается продукция для осуществления операций, не облагаемых НДС, а значит вычет по НДС применяться не может. Вместе с тем Верховный суд с таким подходом не согласился. При этом было приведено несколько доводов. Во-первых, было указано на то, что под пункт 25 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса он связан с рекламными товарами, то есть с продукцией, которая имеет потребительские свойства. При этом освобождение на основании пункта 25 пункта 3 связано с удобствами администрирования НДС, поскольку осуществление администрирования в отношении операций с низкой стоимостью в общем-то нерационально, и поэтому соответственно установлен данный пункт. При этом было отмечено, что в любом случае вычеты при приобретении такого рода рекламных товаров, они могут применяться в такой ситуации. Но здесь важно другое, что Верховный суд указал, что в деле сладкой жизни НН приобретался не рекламный товар, поскольку у данной продукции, то есть рекламные каталоги, рекламные буклеты, не было потребительских свойств. То есть это не товар, поэтому здесь в принципе не может применяться под пункт 25 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса. И Верховный суд указал, что в такой ситуации для решения вопроса о том, можно ли применять вычеты, либо нельзя, необходимо оценивать связь рекламной продукции с либо товарами, которые реализуются и реализация которых облагается НДС, либо связь с, в общем, связь с деятельностью, которая облагается НДС. Если такая связь установлена, то вычеты по НДС обоснованы. Кроме того, Верховный суд вновь обратился к принципу нейтральности НДС. Было указано на то, что как подход налогового органа, так и подход судов приводит к тому, что один из видов рекламы оказывается в худшем положении, чем другие виды рекламы. То есть получается, что выгоднее приобретать какую-нибудь визуальную, звуковую рекламу, а не рекламные буклеты. Поскольку по рекламным буклетам может возникнуть проблема с применением вычетов по НДС. Но, как указал Верховный суд, это недопустимо ввиду принципа нейтральности НДС. Следующая группа споров, она связана со значением как разъяснений, так и подзаконных актов фискальных органов. И в деле КРК «Фарма» был рассмотрен вопрос, как раз связанный со значением разъяснений налоговых органов. В данном деле рассматривалась классическая ситуация, и вообще эти споры достаточно распространены, связанные с налоговыми последствиями по НДС при предоставлении скидок в различной форме. В данном случае скидка была предоставлена в форме кредитноты. И возник вопрос, необходимо ли покупателю корректировать налоговые обязательства применительно к вычетам по НДС. Покупатель считал, что в данном случае никакой корректировки производить не надо, поскольку соответствующая скидка кредитнота не изменяла стоимости товара. При этом у покупателя было основание делать такой вывод, поскольку было письмо ФНС России 2015 года. И именно на этом письме и сосредоточился Верховный суд. Было указано на то, что в силу ведомственной субординации налоговые органы обязаны руководствоваться соответствующими письмами и разъяснениями. Но при этом Верховный суд также обратил внимание, что данные разъяснения в силу их обязательности налоговым органам учитываются и налогоплательщиками. И по сути дела данные разъяснения становятся обязательными и для налогоплательщиков. Поэтому, когда налогоплательщик выполняет те разъяснения, которые указаны в такого рода письмах, то, по сути дела, у него формируется правомерное ожидание, что если он следует тем разъяснениям, которые давала ФНС России, то у него не должно быть проблем с налоговыми органами, не должно быть каких-либо претензий. Ну и в целом Верховный суд занял сторону именно налогоплательщиков. Следующее дело, оно связано со значением подзаконных актов. И в данном деле это дело Хим-Ром. Оно касалось значения постановления 1137. Ну, я думаю, многие знают, что это постановление, которое регулирует вопросы, связанные с оформлением последствий по НДС. То есть, там связано с выставлением счетов фактур, введением книг покупок, книг продаж и так далее. И вообще в деле рассматривалась ситуация, когда в связи с тем, что договор был расторгнут, налогоплательщик попытался скорректировать свои обязательства в связи с расторжением договора путем самостоятельного выставления себе счета фактуры. И возник вопрос, насколько правомерно было это делать. Ну, налоговые органы указывали на то, что постановление 1137 не допускает такого рода корректировки и такого рода действий. Поэтому налогоплательщик действовал необоснованно и, значит, необоснованно применял вычет по НДС. Но здесь следует заметить, что, в принципе, у Верховного суда, я думаю, не было большой сложности принять решение в пользу налогоплательщика, поскольку впоследствии в постановлении 1137 были внесены изменения, которые, по сути дела, легализовали те действия, которые осуществил налогоплательщик. Но Верховный суд здесь больше сосредоточился на значении постановления 1137. И было указано на то, что само по себе постановление 1137 преследует две цели. Первая – это рациональная организация администрирования НДС. То есть в данном случае здесь исключительно в рамках данной цели создаются условия для удобства деятельности именно налоговых органов. Вторая цель – это предотвращение злоупотребления со стороны налогоплательщиков. И было отмечено, ну, по сути дела, позиция Верховного суда сводится к следующему, что в том случае, если, скажем, действие налогоплательщика не связано с какими-либо злоупотреблениями, но каким-то образом нарушает рациональную организацию администрирования НДС, то у налогоплательщика негативных последствий возникать не должно. Полагаю, что это хороший вывод и подход, и его можно использовать и при применении других подзаконных актов, которые связаны с налоговыми отношениями, налоговыми последствиями. Так, следующая группа споров связана с авансами и налоговыми последствиями по НДС. Первое дело – это ремонтно-строительные услуги. Оно было связано с тем, что аванс, он получался в натуральной форме. И возник вопрос, какие налоговые последствия по НДС в связи с этим возникают. Ну, как нижестоящие суды, так и судья Верховного суда указали на то, что каких-либо особенностей в главе 21-й Налогового кодекса не предусмотрено в такой ситуации. Поэтому должны наступать общие последствия, а именно, что с аванса в натуральной форме также должен уплачиваться НДС. Следующая проблема с авансами связана с тем, что делать, когда расторгается договор. Эта проблема была поднята в деле РКС-групп. Здесь следует заметить, что акт Верховного суда, но в данном случае это были отказные определения судей, они были как в 2019 году, так и в 2020 году. И позиция судов и судей Верховного суда заключалась в том, что при расторжении договора каких-либо специальных правил применительно к авансу не применяются. Поэтому необходимо руководствоваться положениями главы 21-й Налогового кодекса, которые предусматривают как раз последствия, связанные с расторжением договора. При этом применительно к вычетам необходимо соблюдать срок, который установлен в соответствующих статьях. Это то ли 171, то ли 172 Налогового кодекса, для того, чтобы применять вычет. Вычет НДС, который был уплачен с аванса. Поэтому обратите на данный аспект внимание. Применительно к НДС необходимо обратить внимание на такую категорию споров, которая связана с международной перевозкой. Категория таких споров известна специалистам регулярно. Они встречаются каждый год. И, в общем-то, 2019 год не стал исключением. В 2019 году основная проблема была связана с тем, как определить ставку. Ну и точнее, правильно ли вообще определена ставка по такого рода операции. Ну и, например, в деле Ассоциации межрегионального бизнеса возник вопрос о применении нулевой ставки. В этом деле рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик реализовывал топливо организациям, перевозчикам, которые осуществляли международную перевозку. И налогоплательщик считал, что его действия, поскольку они связаны с международной перевозкой, они позволяют применять нулевую ставку при реализации топлива. Однако суды и судья Верховного суда не согласились с таким подходом. И указали на то, что, по сути дела, речь идет о реализации топлива. И здесь нельзя говорить о том, что соответствующие операции связаны с транспортно-экспедиционными услугами. Поэтому применение нулевой ставки в такой ситуации не обосновано. А вот в делах Таркет Рус и шахта управления Талдинская, Кыргайская вопрос как раз-таки стал о применении общей ставки обложения. Но в данном случае речь шла о ставке 18%. Здесь в первом деле было указано на то, что все стороны знали о том, что осуществляется операция по международной перевозке. И поэтому указание ставки 18% было не обосновано. Что касается дела шахта управления, то в данном случае там транспортировка осуществлялась на территории Российской Федерации. Но этап транспортировки в Российской Федерации был промежуточным. И в целом являлся лишь одним из этапов общей международной перевозки. И в такой ситуации также нельзя было применять общую ставку, а необходимо было применять нулевую ставку. Поэтому, конечно, организациям, которые занимаются международными перевозками, необходимо обратить внимание на данные выводы судов. Интересная категория споров по НДС стала формироваться в 2019 году применительно к НДС, который уплачивается на таможне. Так называемой таможенной НДС. Ну, возможно, такие споры встречались и раньше, но я их не замечал. А в 2019 году, во-первых, заметила, а во-вторых, следует заметить, что в 2020 году также продолжились соответствующие споры. В чем здесь речь? Ну, дело в том, что налогоплательщики ввозили на территорию Российской Федерации транспортные средства, уплачивали в связи с этим НДС, а потом пытались этот НДС, соответственно, принять к вычету. Однако им это не позволяли делать. При этом как налоговые органы, так и суды придерживались строго формального подхода. Указывалось на то, что при ввозе на территорию Российской Федерации соответствующие транспортные средства, а это прежде всего речь идет именно о морских, водных, транспортных средствах, при ввозе их на территорию Российской Федерации не применялся таможенный режим, который позволял бы применять вычет. Ну, в данном случае не использовался режим выпуска для внутреннего потребления, режим временного ввоза, либо переработки вне таможенной территории. А это, в свою очередь, является препятствием для применения вычета по НДС. Также приводился во всех актах довод о том, что аргумент налогоплательщика, что вывоз с территории Российской Федерации данных транспортных средств для ремонта и последующий ввоз, он никакими доказательствами не подтверждается. Вообще, я бы хотел отметить, что я до конца сущность этих споров не понимаю. То есть, я не совсем понимаю, это связано с проблемой именно регулирования. То есть, скажем так, есть хозяйственная ситуация, хозяйственная проблема, для которой нет адекватного налогового регулирования. Либо налогоплательщики, что называется, что-то мудрят. Здесь непонятно. Но если действительно проблема с налоговым регулированием, то, конечно, необходимо вносить какие-то изменения в налоговый кодекс. В любом случае, организациям, которые связаны с перевозкой морским транспортом, водным транспортом, им, конечно же, необходимо принять во внимание данную практику и обратить внимание на соответствующую проблему. Довольно много споров в 2019 году было связано с инвестиционными отношениями и налоговыми последствиями по НДС в связи с инвестиционными отношениями. Во-первых, хотелось бы начать с дела рыбоводстрой. В данном случае рассматривался вопрос о квалификации полученных налогоплательщикам средств в качестве инвестиций. Ну, понятно, налогоплательщик считал, что в данном случае средства являются инвестициями, а значит, включать их в налоговую базу по НДС не надо. Однако, как суды, так и судья Верховного суда посчитали, что, исходя из конкретных обстоятельств дела, следует, что, по сути дела, денежные средства получались в рамках договора подряда, который выполнялся налогоплательщикам. И поэтому соответствующие средства, которые получались при выполнении определенных этапов работы, они должны были включаться налогоплательщикам в базу по НДС. Следующая проблема была связана с моментом принятия к вычету НДС в связи с реализацией инвестиционного проекта. Так, в деле СПА-М было отмечено, что тот факт, что инвестиционный проект, ну, точнее, объект, он еще не введен в эксплуатацию, не является препятствием для применения вычета по НДС. Вместе с тем, несколько иной подход был применен в деле Инвестстрой, который рассматривался уже в 2020 году. Так было названо несколько обстоятельств, которые препятствуют применению вычета по НДС. Во-первых, было указано на то, что объект инвестирования не введен в эксплуатацию. Во-вторых, было указано на то, что у налогоплательщика отсутствует сводный счет фактуры, который бы позволял применять НДС. Ну, и, наконец, было обращено внимание, что объектом инвестиции являлся жилой дом. То есть, изначально инвестиции были связаны с операциями, которые не будут облагаться НДС. Ну, и, значит, оснований для применения вычетов по НДС нет. Последствия расторжения инвестиционного договора были рассмотрены в деле коммерческо-производственной фирмы СДС. В данном случае было указано на то, что право на применение вычета по НДС у застройщика возникло только после расторжения инвестиционного договора. А до этого право на применение вычетов оно сохранялось у инвесторов. Ну, и, наконец, еще один вопрос был затронут в Балтийской строительной компании, в деле Балтийской строительной компании, а именно о размере вычетов, которые можно применять при реализации инвестиционных проектов. Так было указано на то, что независимо от того, какой размер инвестиций был у налогоплательщика, какая доля его участия была в инвестиционном проекте, вычеты по НДС должны применяться пропорционально той части возведенного объекта, который предоставлялся налогоплательщику-инвестору. Таким образом, налогоплательщикам, организациям, которые занимаются инвестиционной деятельностью, им, безусловно, необходимо принять во внимание данную судебную практику и выводы судов. Так, переходим к налоговым спорам, связанным с налогом на прибыль. Ну, и перед вами слайд с актами судебной коллегии по экономическим спорам, которые как раз и затрагивают споры, связанные с налогом на прибыль. Так, ну и первоначально хотелось бы рассмотреть также известное дело, уже известное, объединенной пивоварни Хайникин, в котором были рассмотрены последствия, налоговые последствия, связанные с векселем. Ну, проблема с векселем заключается в том, что он может квалифицироваться по-разному с точки зрения гражданского законодательства. То есть, в данном случае вексель может оформлять заемные обязательства, вексель может рассматриваться в качестве ценной бумаги, а также вексель может рассматриваться в качестве платежного средства. И проблема заключается в том, что в зависимости от того, как квалифицировать отношения, связанные с векселем, определяются и налоговые последствия, во всяком случае, по налогу на прибыль. И именно эта проблема была поднята в отделе объединенной пивоварни Хайникин. Так, налогоплательщик полагал, что он использовал вексель в рамках заемных обязательств. И, соответственно, здесь каких-либо налоговых последствий, в принципе, не возникает. Однако, налоговый орган полагал, что здесь речь идет о векселе как ценной бумаге, а значит, необходимо определять налоговые последствия, исходя из положений статьи 280 Налогового кодекса. Рассматривая данный вопрос, судебная коллегия по экономическим спорам, ну, по сути дела, приняла сторону налогового органа. Но при этом Верховный суд сформулировал достаточно четкие критерии, которые позволяют определять налоговые последствия. Так, было указано на то, что о заемном обязательстве, которое оформляет вексель, можно говорить только в том случае, когда налогоплательщик является первым держателем векселя. В том случае, если этого нет, то здесь следует говорить исключительно об операциях ценными бумагами, а значит, необходимо применять статью 280 Налогового кодекса. Следует заметить, что в какой-то мере выводы, которые содержатся в деле объединенной пивоварни Хайникин, могут повлиять на налоговые последствия по НДС. Так, в рамках НДС формировалась категория споров, связанная с раздельным учетом по НДС при использовании векселя. И налоговые органы полагали, что поскольку используется вексель, ценная бумага, то необходимо ввести раздельный учет. Судебная практика в большинстве случаев с этим не соглашалась, указывая на то, что в данном случае вексель используется в качестве платежного средства. И оснований для введения раздельного учета нет. Однако, Минфин, понятно, придерживался иного подхода, и все-таки думается, что выводы в деле объединенной пивоварни Хайникин могут сыграть на руку именно фискальным органам. И, соответственно, впоследствии, если будут возникать споры, связанные с раздельным учетом по НДС, суды могут начать принимать сторону уже налогового органа. Следующий спор, который хотелось бы рассмотреть, он затраивает проблему соотношения налогового законодательства и отраслевого законодательства. И в очередной раз в 2019 году проблема возникает в связи с приобретением рекламной продукции. Ну, ранее я уже рассматривал применительно к НДС спор «Сладкая жизнь НН», но в данном случае речь пойдет о рекламе на транспорте. И эта проблема была затронута в деле Orion International Euro. В данном случае рассматривался вопрос о том, необходимо ли ограничивать учет расходов, то есть нормировать расходы по рекламе на транспорте. Налоговый орган полагал, что реклама на транспорте не упоминается в статье 264 как вид рекламы, который позволяет учитывать расходы без ограничений. При этом налоговый орган указывал на то, что внешняя, наружная, точнее, реклама и реклама на транспорте, они различаются, исходя из положений закона о рекламе. А раз они различаются, значит и могут различаться налоговые последствия. Однако Верховный суд с таким подходом не согласился. И было выдвинуто несколько аргументов. Во-первых, был выдвинут так называемый сущностный аргумент, который заключается в том, что различать налоговые последствия по тому или иному явлению хозяйственной жизни можно в том случае, если различие этих явлений основано на экономических факторах. Вместе с тем, как указал Верховный суд, различия видов рекламы, в данном случае наружная реклама и реклама на транспорте, эти отличия не основаны на экономических факторах. И, значит, по общему правилу не могут иметь какого-либо влияния на налоговые последствия. Выдвинут был также формальный аргумент, связанный с тем, что законодательство о рекламе не входит в состав налогового законодательства. И поэтому учитывать положение законодательства о рекламе можно только в том случае, если это прямо указано в налоговом кодексе. Но поскольку всего этого не было указано, то, в общем-то, Верховный суд пришел к выводу, что нет оснований для того, чтобы ограничивать учет расходов по рекламе, которая размещается на транспорте. Следующий важный спор, который был рассмотрен в 2019 году, это спор по делу Морбовский завод радиоизмерительных приборов. В данном деле была затронута тема, которая достаточно часто встречается в спорах между налогоплательщиками и налоговыми органами. Речь идет об обслуживающих производствах и хозяйствах. Но споры возникают в связи с тем, что в отношении соответствующих производств и хозяйств предусмотрены особенности учета расходов. И в данном деле, в общем-то, Верховный суд попытался сформулировать критерии, которые позволяют отделить обслуживающее производство и хозяйство от других производственных подразделений налогоплательщика. Исходя из этого, такое разделение позволяет определять налоговые последствия по налогу на прибыль. Был сформулирован, скажем так, позитивный признак, заключающийся в том, что обслуживающие производство и хозяйство должны иметь исключительную функцию. То есть, в данном случае они должны использоваться исключительно для удовлетворения социальных, бытовых и культурных нужд граждан. Соответственно, в том случае, если соответствующее производство и хозяйство используются в производственной деятельности налогоплательщика, то нельзя говорить, что это обслуживающее производство и хозяйство. Даже в том случае, если соответствующие подразделения налогоплательщика в той или иной мере участвуют в удовлетворении социальных, бытовых и культурных нужд граждан населения. Ну, думаю, что в какой-то мере споров по обслуживающим и обслуживающим производствам и хозяйствам станет меньше, потому что действительно сформулированы достаточно четкие критерии Верховным судом. Следующая группа споров будет связана с налоговыми последствиями в отношении дивидендов. И первый спор будет связан с необходимостью введения раздельного учета, либо наоборот, отсутствием необходимости при выплате дивидендов. Так, налоговый орган попытался обязать налогоплательщика ввести раздельный учет в связи с тем, что налогоплательщик получал дивиденды, которые облагаются по ставке, отличной от общей ставки по налогу на прибыль. Исходя из этого, налоговый орган также полагал, что необходимо и осуществлять раздел расходов налогоплательщика, которые приходятся на дивиденды и на общие доходы налогоплательщика от его деятельности. Однако, Верховный суд с такой позиции не согласился. Было указано на то, что раздельный учет предусмотрен в ситуации, когда прибыль налогоплательщика облагается по разным ставкам. Вместе с тем, дивиденды, они не являются прибылью. И, соответственно, вот этот подход, он к дивидендам не применим, а значит и у налогоплательщика не возникает обязанности по введению раздельного учета. Также было отмечено, что распределение расходов, оно должно осуществляться в том случае, если налогоплательщик ведет разные виды деятельности. Вместе с тем, получение дивидендов, в принципе, нельзя отнести к какой-либо деятельности, к какому-либо виду деятельности, а значит здесь и отсутствуют обязательства по распределению расходов на различные виды деятельности. Следующая проблема, связанная с дивидендами, возникает при так называемой опосредованной выплате дивидендов. И, на мой взгляд, эта проблема, она возникла в двух делах – логистический парк Янина и Новороссийский мазутный терминал. Правда, здесь сразу следует заметить, что вот эти дивиденды, они, по сути дела, являются переквалифицированными процентами по контролируемой задолженности. Поэтому этот аспект, безусловно, необходимо учитывать. В деле «Логистический парк Янина» рассматривалась ситуация, когда задолженность по процентам была зачтена в счет уплаты вклада в имущество. Ну и, соответственно, возник вопрос, какие последствия в связи с этим возникают. И здесь было указано на то, Верховным судом, что вообще распоряжаться можно только тем, что уже получено. Соответственно, было признано, что осуществление зачета в счет обязательств по вкладу в имущество, ну, по сути дела, означает, что лицо распорядилось своим имуществом. В данном случае процентами по займу. Но поскольку займ был контролируемый, то эти проценты, они переквалифицировались в дивиденды. Ну и, исходя из этого, возникает определенное обязательство, связанное с необходимостью удержания налога российской организации, которая выплачивает такие дивиденды. Здесь следует заметить, что в деле логистический парк Янина также применялась ранее уже сформированная позиция Верховным судом по делам СОЭК Кузбасс и Каширский двор Северянин. То есть, когда займ, по сути дела, контролируемый займ рассматривается в качестве вклада заимодавца в заемщика. Ну и, исходя из этого, определяются налоговые обязательства, в том числе с использованием соглашений об избежании двойного налогообложения. Следующая проблема, она связана с капитализацией процентов. То есть, это ситуация, когда проценты по займу, они прибавляются к основному телу займа. И вот эта проблема возникла в деле Новороссийский мазутный терминал. И здесь также было признано, что момент капитализации процентов следует рассматривать как выплату этих процентов. Ну а поскольку задолженность, точнее, займ был признан контролируемым, ну вот эти проценты, они были переквалифицированы в дивиденды. Ну и, исходя из этого, возникали определенные налоговые последствия. В очередной раз в практике арбитражных судов и судей Верховного суда возникла проблема, либо концепция бенефициарного собственника. И возникающие в связи с этой проблемой вопросы также, что называется, возникли. Речь идет о деле Русджам Стеклотар. И в данном деле рассматривалась ситуация, когда выплачивался доход в пользу нидерландской компании. Однако было определено, что нидерландская компания не имеет фактического права на данный доход. А соответствующее право имеет турецкая компания. И возник вопрос, на основе чего определять налоговые обязательства. То есть, можно ли использовать соглашение об избежании двойного налогоплажения с нидерландами, либо необходимо использовать такое соглашение, которое заключено с Турцией. И было принято решение о том, что необходимо именно использовать соглашение с Турцией. То есть, в данном случае был применен так называемый сквозной подход, который достаточно активно обсуждается и, наверное, распространен на Западе. Ну, здесь применительно к сквозному подходу возникает достаточно много вопросов теоретических и практических. Но, что называется, данное видео, оно не направлено на обсуждение всех этих вопросов. В любом случае, налогоплательщикам следует обратить внимание, что в российской практике сквозной подход применяется. Последствия неудержания с дивидендов налога были рассмотрены в деле Объединенная двигателестроительная корпорация. В данном случае суды, нежестоящие суды и судья Верховного суда пришли к выводу о том, что неудержанный агентом налог должен уплачиваться налогоплательщикам. Ну, иначе говоря, неисполнение обязательств налоговым агентам российской организации не освобождает другую организацию, опять же российскую, от необходимости уплачивать налог с дивидендов. Но при этом было отмечено, что в такой ситуации отсутствует основания для привлечения налогоплательщика к ответственности по статье 122 Налогового кодекса. Поэтому здесь вот данный подход необходимо принять во внимание налогоплательщикам, которые сталкиваются с ситуацией неисполнения. Обязательств налоговым агентам. Так, следующая группа споров будет связана с определенными особенностями учета, да и в принципе с определенными особенностями налоговых последствий при возникновении той или иной задолженности перед налогоплательщиком. И первое дело, это дело техника, связано с ситуацией, когда на счетах банка застряли денежные средства. При этом банк был признан банкротом. И возник вопрос, можно ли такую задолженность признать безнадежной задолженностью. Было указано на то судами, что в ситуации, когда соответствующая задолженность включена в реестр требований, данная задолженность, она не может быть признана безнадежной. При этом было также отмечено, что отсутствует основания для учета в расходах соответствующей задолженности до завершения банкротства и до ликвидации организации. Ну, поскольку ситуации, связанные с банкротством банка, встречаются достаточно часто, безусловно, этот подход налогоплательщикам необходимо принять во внимание. Следующая проблема с учетом задолженности была рассмотрена в деле Спаско-Цемент. В данном случае рассматривалась ситуация, когда был заключен и исполнен одной из сторон договор поставки с отсрочкой исполнения. При этом исполнитель посчитал возможным задолженность по данному договору включить в резерв по сомнительным долгам. Однако суды посчитали, что такие действия налогоплательщика не обоснованы. При этом суды обратились к положениям гражданского законодательства. И было указано на то, что в ситуации заключения договора подставки с отсрочкой исполнения поставляемый товар, по сути дела, находится в залоге у продавца. Ну, и это означает, что, по сути дела, задолженность обеспечена залогом. А это является препятствием для включения такой задолженности в резерв по сомнительным долгам на основании статьи 266 Налогового кодекса. Интересная ситуация была рассмотрена в деле Ульяновский Цемент. В данном случае налогоплательщик приобрел право требования к должнику на основании договора от сессии, но при этом выяснилось, что должник ликвидирован. И налогоплательщик отнес соответствующую задолженность к безнадежной задолженности, то есть квалифицировал задолженность в качестве безнадежной задолженности. Однако суды с таким подходом не согласились. Во-первых, было установлено, что договор сессии заключался уже тогда, когда должник был ликвидирован. То есть, иначе говоря, по договору сессии передавалось отсутствующее право требования. Кроме того, было отмечено, что налогоплательщик не являлся участником договора поставки, в рамках которой и, собственно говоря, сформировалась задолженность. А это, в принципе, не позволяет налогоплательщику учитывать задолженность в качестве безнадежной задолженности. Вообще, в этой ситуации, конечно, непонятно. То ли обманули налогоплательщика, то ли просто сложилась так ситуация. Но в любом случае необходимо учитывать вот этот подход. Ну и добросовестным налогоплательщикам, безусловно, необходимо перед заключением договора в сессии проверять, что там происходит с должником. Проблема учета убытков была поднята в деле «Даймлер-КамАЗ-РУС». В данном случае рассматривались две ситуации, но они, в общем-то, были схожи, и по ним суды сформировали, по сути дела, одинаковую позицию. То есть, в первой ситуации налогоплательщик потерял груз при морской перевозке, ну а во второй ситуации груз был поврежден в результате ДТП. И возник вопрос о возможности учета убытков в такого рода ситуациях. Ну, понятно, что налогоплательщик полагал, что у него есть такая возможность, однако суды указали на то, что в двух ситуациях налогоплательщик может взыскивать свои потери. Ну, в первой ситуации с лица, который ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по перевозке, ну а во второй ситуации с виновных в ДТП лицах. Ну и в связи с этим суды пришли к выводу о том, что в данном случае учет убытков, который осуществлял налогоплательщик, не обоснован. Так, переходим к налоговым спорам, связанным с имущественными налогами. И традиционно вы видите слайд с актами судебной коллегии по экономическим спорам, которые как раз затрагивают вопросы, связанные с имущественными налогами. Вообще здесь следует заметить, что актов не так много в сравнении с предыдущими годами. Однако те дела, которые были рассмотрены, прежде всего дела ЮМАКС или Созавод-25, привлекли особое внимание специалистов и, безусловно, они затронули наиболее актуальные вопросы, которые существуют сейчас в налоговом праве. Не только по имущественным налогам, но и в целом в налогах. Итак, и хотелось бы начать с проблемы, связанной с квалификацией имущества в качестве движимого и недвижимого. И в данном случае эта проблема была затронута в деле Лесозавод-25. Вообще следует заметить, что об этом деле я говорил очень много в различных видеоматериалах. Ну и здесь, я думаю, будет правильно рассмотреть кратко содержание данного спора, а также практику, которая складывается в связи с делом Лесозавод-25. Ну, здесь следует сказать, что вообще до дела Лесозавод-25 у судов при решении вопроса о том, как квалифицировать имущество в качестве движимого либо недвижимого, был сформирован подход, связанный с тем, что необходимо учитывать положение гражданского кодекса, связанное с определением имущества в качестве недвижимого, но и также во внимание принимались заключения экспертов. Однако Верховный суд посчитал, что такой подход не отвечает принципам налогового права, прежде всего принципу неопределенности. Так было указано на то, что учет экспертных заключений приводит к тому, что налогоплательщик не может быть уверен в том, что он до соответствующих экспертных заключений правильно определил свои налоговые обязательства. Ну и также было обращено внимание, что в целом гражданское законодательство, оно, в общем-то, не направлено на регулирование налоговых отношений. И все это побудило Верховный суд сформировать свой подход применительно к тому, как определять налоговые последствия по налогу на имущество, применительно к квалификации имущества в качестве движимого и недвижимого. Так было указано на то, что во внимание должны приниматься положения тех актов, которые непосредственно направлены на регулирование налоговых отношений. В данном случае речь идет о правилах бухгалтерского учета, прежде всего, ПБУ 6.01. Ну и также необходимо учитывать положения, связанные с классификаторами основных средств. Здесь следует заметить, что вот эти выводы, которые были сделаны в деле Лесозавод-25, они, в общем-то, были приняты во внимание налоговыми органами. Так, ФНС России в своих обзорах, связанных с квалификацией имущества в качестве движимого и недвижимого, упоминает дело Лесозавод-25. Здесь следует обратить внимание на особенность, что это дело, оно упоминается наряду с другими делами, с другой практикой, которая существовала до этого дела. Иначе говоря, налоговые органы ФНС России подразумевают, что выводы в деле Лесозавод-25, они, что называется, существенно не изменили практику, которая существовала ранее. То есть и сейчас можно использовать положение гражданского кодекса для определения вопроса квалификации имущества, а также можно учитывать и привлекать экспертов для квалификации имущества в качестве движимого либо недвижимого. Здесь следует заметить, что этот подход на самом деле находит отражение и в судебной практике. Так, в ряде актов 2020 года можно найти вывод о том, что та позиция, которая сформирована в деле Лесозавод-25, она формировалась применительно к конкретным обстоятельствам дела. То есть, иначе говоря, выводы актуальны именно для дела Лесозавод-25 и могут не применяться в других, даже, казалось бы, аналогичных спорах. Вообще этот подход, конечно же, достаточно спорный, но, тем не менее, вот эту проблему применения выводов в деле Лесозавод-25 применительно к другим налоговым спорам, вот эту проблему необходимо учитывать для оценки налоговых рисков. Одним из наиболее спорных дел, которое было рассмотрено в 2019 году, является дело ЮМОКС. В данном деле рассматривалась проблема, связанная с недостоверностью кадастровой стоимости объекта обложения. И в данном случае возник вопрос, можно ли вообще использовать недостоверную кадастровую стоимость для определения налоговых обязательств налогоплательщика. Верховный суд пришел к общему выводу о том, что недостоверная кадастровая стоимость не должна использоваться для определения налоговых обязательств, в данном случае по налогу на имущество. При этом, оправдывая данный подход и, в принципе, оправдывая пересмотр налоговых обязательств налогоплательщика, Верховный суд указывает на то, что поскольку недостоверная кадастровая стоимость ввела к значительному уменьшению обязательств налогоплательщика, ее недостоверность должна была быть очевидна для налогоплательщика. А в данном случае это позволяет пересматривать налоговые обязательства. То есть Верховный суд приводит некий такой субъективный довод для оправдания пересмотра налоговых обязательств налогоплательщика. С этим сразу скажем, многие специалисты не согласны, но об этом поговорим немножко позднее. При этом, поскольку, как указывает Верховный суд, недостоверная кадастровая стоимость не используется при определении обязательств по налогу на имущество, в данном случае необходимо применять положение пункта 7, под пункта 7, пункта 1 статьи 31 Налоговый кодекс, то есть применять расчетный метод. Ну и я давно уже говорил, что во всех таких неоднозначных ситуациях Верховный суд, как правило, прибегает к резиновой норме под пункта 7, пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса. То есть это, как говорится, норма, которую использует Верховный суд во всех непонятных ситуациях. Здесь следует сказать, что все-таки Верховный суд попытался, ну, во всяком случае, сделать видимость соблюдения баланса частных и публичных интересов. То есть, несмотря на то, что он в целом делает выводы не в пользу налогоплательщика, он указывает на то, что в такой ситуации и у налогоплательщика есть определенные права. И в данном случае эти права заключаются в том, что налогоплательщик может обосновывать рыночную стоимость, которая должна применяться для определения налоговых обязательств по налогу на имущество в спорный период. Вообще следует заметить, что вот с этой проблемой, связанной с определением рыночной стоимости, возникли споры уже в 2020 году, поскольку ряд судов восприняли только отрицательные для налогоплательщика выводы по делу ЮМОКС и не восприняли те положения, которые хоть как-то защищали права налогоплательщика. Но в данном случае речь идет об определении рыночной стоимости. И вот эта проблема, она всплыла в деле «Вымпел», где Верховному суду, по сути дела, вновь пришлось повторить о том, что налогоплательщик имеет право предоставлять доказательства, связанные с обоснованием рыночной стоимости, которая должна использоваться для определения налоговых обязательств по налогу на имущество. Правда, справедливости ради следует заметить, что все-таки некоторые суды более внимательно читали дело ЮМОКС и уже при рассмотрении споров используют положение о том, что если налогоплательщик представляет какие-то доказательства, связанные с рыночной стоимостью, их необходимо учитывать. Ну и в качестве примера можно привести дело «Технология», то есть это отказное определение судей Верховного суда, но в этом деле нежестоящие суды учитывали те доказательства, которые представлялись для обоснования рыночной стоимости. Вообще следует заметить, что последствием дела ЮМОКС стало то, что начали пересматриваться налоговые обязательства у налогоплательщиков, либо дело ЮМОКС подтверждало правильность пересмотра налоговых обязательств налогоплательщиков в связи с недостоверностью кадастровой стоимости. И это, прежде всего, все это происходило в рамках Московского судебного округа. И видите, в качестве примеров я привожу отказные определения судей Верховного суда за 2020 год, в которых, собственно говоря, и проводится та позиция, которая была изложена в деле ЮМОКС. Следует заметить, что вообще выводы, сделанные по делу ЮМОКС, неоднозначно восприняты специалистами по налоговому праву. Так, те, которые выступают против этих выводов, указывают на то, что, по сути дела, Верховный суд возложил негативные последствия, связанные с ошибкой государственных органов при оценке кадастровой стоимости, возложил негативные последствия на налогоплательщиков. А это, собственно говоря, противоречит позиции Конституционного суда, которая была выражена в деле ПАРУС. Другие же специалисты, которые пытаются защитить позицию Верховного суда, оказывают на то, что, по сути дела, Верховный суд поставил определенные препятствия для того, чтобы налогоплательщик и оценщики договаривались о кадастровой стоимости в целях снижения налоговых обязательств по налогу на имущество. Но все-таки этот аргумент выглядит достаточно слабым, поскольку, скажем так, злонамеренный сговор, его нужно доказывать в судебном порядке, в рамках налоговых мероприятий, и он не может быть презюмирован. Но в любом случае, конечно, налогоплательщикам необходимо принимать во внимание дело ЮМАКС для оценки перспектив спора в связи с недостоверностью кадастровой стоимости. Следующая проблема по налоговому праву связана с уменьшением кадастровой стоимости на сумму НДС при расчете налоговых обязательств по налогу на имущество. Ну, здесь следует заметить, что в большинстве случаев эта проблема связывается с делами Института стекла, хотя здесь сразу следует заметить, что на самом деле и другие налогоплательщики пытались уменьшить свои налоговые обязательства путем уменьшения кадастровой стоимости на НДС. В целом, вообще, 2019 год ознаменовался массовостью споров, которые связаны как раз с уменьшением кадастровой стоимости на НДС. И в 2020 году достаточно много дел, которые связаны с данной проблемой. Ну, если говорить кратко об этой проблеме, то началась она в 2018 году в связи с рядом актов Верховного суда, в которых сделан вывод о том, что определение кадастровой стоимости с учетом НДС не обосновано и неправомерно. И в связи с этим налогоплательщики посчитали, что возможно при определении обязательств по налогу на имущество уменьшать кадастровую стоимость на НДС. Однако, такой подход не поддержали как ниже стоящие суды, так, в общем-то, и судьи Верховного суда. И в своих актах они стали указывать на то, что законодательство, налоговое законодательство не предусматривает произвольного изменения кадастровой стоимости, в том числе путем уменьшения кадастровой стоимости на НДС. То есть, иначе говоря, налогоплательщики должны учитывать для определения своих налоговых обязательств ту стоимость, которая указана в государственном реестре. При этом, в качестве альтернативы суды указывали на то, что налогоплательщик не лишен возможности уменьшить свою кадастровую стоимость в связи с НДС в рамках отдельно предусмотренной законодательством процедуры по пересмотру кадастровой стоимости. Здесь следует заметить, что Конституционный суд, в общем-то, принял тот же подход, который применяется сейчас как арбитражными судами, так и судьями Верховного суда. То есть, также указал на то, что для определения налоговых обязательств должна использоваться стоимость, которая отражена в государственном реестре. Но, с другой стороны, у налогоплательщика есть право уменьшить кадастровую стоимость, оспорить ее в рамках предусмотренной законодательством процедур. Здесь вообще следует заметить, что дела, которые связаны с делом Института стекла и дела, связанные с выводами, которые содержатся в деле ЮМАКС, они показывают непоследовательность Верховного суда по данным вопросам. То есть, с одной стороны, Верховный суд в деле ЮМАКС допустил, что можно использовать для определения налоговых обязательств не ту стоимость, которая указана в государственном реестре, а иную стоимость, но в данном случае это может быть рыночная стоимость. То есть, в данном случае в деле ЮМАКС, скажем так, используется подход о том, что сведения, которые содержатся в государственном реестре, они не являются, что называется, абсолютной истиной для налогоплательщика. Но, с другой стороны, в делах, которые аналогичны делу Института стекла, здесь уже применяется иной подход, из которого следует, что те данные, которые изложены в государственном реестре, они являются обязательной, и это абсолютный подход для налогоплательщика. Если он с ними не согласен, то в данном случае это вопрос уже не налогового права, не налоговых споров, и этот вопрос должен решаться в рамках иной процедуры, которая предусмотрена законодательством. Так, ну и традиционно заканчиваем комментарии, связанные с налоговыми спорами за 2019 год, налоговыми спорами, которые затрагивают вопросы налоговой выгоды. И здесь хотелось бы немножко начать эту проблему со статистики применительно к статье 54.1 Налогового кодекса. Вообще следует заметить, что в актах судей Верховного суда не так часто встречается упоминание ст. 54.1 Налогового кодекса. Более того, если сравнить с 2018 году, то количество упоминаний значительно сократилось. То есть я, например, насчитал только 7 упоминаний в 2019 году ст. 54.1 в актах судей Верховного суда. При этом здесь следует заметить, что эти упоминания в основном носят такой технический характер. То есть 5 актов упоминают ст. 54.1 в связи с тем, что отклоняются ссылки налогоплательщика на данную статью. Ну а в двух актах просто подтверждается, что правильно была применена ст. 54.1. Вообще вот эти небольшое количество ссылок на ст. 54.1 Налогового кодекса указывает на то, что во всяком случае на практику Верховного суда данная статья серьезного влияния не оказывает. Более того, здесь следует обратить внимание, что Верховный суд, судья Верховного суда продолжают активно ссылаться на постановление номер 53. То есть тем самым суди показывают, что ст. 54.1 не отменяет те положения и те подходы, которые сформированы в постановлении 53, ну и также которые сформированы на основании постановления номер 53. С другой стороны, следует заметить, что в практике ниже стоящих судов, конечно же, ст. 54.1 начинает применяться все активнее и больше. В 2019 году достаточно активно обсуждалась проблема, связанная с налоговой реконструкцией и ст. 54.1 Налогового кодекса. В данном случае рассматривалась проблема соотношения института налоговой реконструкции и ст. 54.1, и также рассматривался вопрос вообще о допустимости налоговой реконструкции в связи с наличием ст. 54.1. И особенно эта проблема обсуждалась в связи с делами ИП Петашова и ИП Угрюмовой. В данных делах, по сути дела, содержится определение налоговой реконструкции, которое заключается в том, что налоговые обязательства налогоплательщика должны быть определены таким образом, как если бы налогоплательщик действовал добросовестно. То есть в данном случае из этих формулировок следует то, что даже если налогоплательщик действовал недобросовестно, у него есть право на налоговую реконструкцию. Здесь сразу следует заметить, что вообще вот эти формулировки, они для налогового права не новые, и в практике Верховного Суда такие формулировки уже встречались, например, в актах 2018 года, в делах СУЭК Кузбасс и Каширский двор Северяне. Да и вообще, институт налоговой реконструкции, нельзя сказать, что он новый, он, в общем-то, известен для налогового права, и в том числе он содержится в пункте 7 постановлении номер 53. Это все понятно. Но почему особое внимание следует определить, точнее особое внимание следует обратить на дело и по Петашову, и по Угрюмовой? Да, потому что уже действует статья 54.1 Налогового кодекса. Данные дела, они связаны с недобросовестностью налогоплательщика. И, исходя из всех этих обстоятельств, специалистам дается основание сделать вывод о том, что, несмотря на статью 54.1, все-таки налоговая реконструкция может применяться. Здесь, правда, следует сразу оговориться, что в делах ИП Петашова и ИП Угрюмовой нет упоминания статьи 54.1. Это, собственно говоря, и создает проблему соотношения налоговой реконструкции и статьи 54.1. Но в целом подход, который использован в делах Петашова и Угрюмовой, конечно, позволяет специалистам делать вывод, что статья 54.1 не препятствует налоговой реконструкции. Но здесь сразу следует заметить, что, конечно, налоговые органы придерживаются на данный момент все-таки противоположного мнения. Изначально еще ФНС России в 2017 году в связи с началом действия статьи 54.1 указала на то, что данная статья не предусматривает использование расчетного метода для определения налоговых обязательств налогоплательщика. Ну а поскольку расчетный метод во многом связан с налоговой реконструкцией, то, в общем, и налоговая реконструкция не применяется. В общем, этот подход уже в 2019 году в самом конце подтвердил и Минфин, указав на то, что статья 54.1 не предусматривает налоговую реконструкцию обязательств налогоплательщика. Но судебная практика все-таки не настолько однозначна, хотя здесь сразу следует сказать, что она окончательно не сформирована. И этот вопрос наиболее активно обсуждался в деле «Кузбасс-консерв-молоко», то есть дело, которое рассматривалось в рамках Западно-Сибирского судебного округа. Здесь сразу следует заметить, что суды принимали здесь различные решения. То есть суд первой инстанции встал на сторону налогоплательщика и указал, что налоговая реконструкция применительно к обязательствам по налогу на прибыль применяется. Апелляционная инстанция уже применяла подход, который используется в ФНС России, а именно то, что статья 54.1 не предусматривает налоговой реконструкции, а значит и она не может применяться при наличии обстоятельств, которые есть в статье 54.1, которые позволяют полностью исключить расходы налогоплательщика и его вычеты. Но касация по данному делу встала все-таки на сторону налогоплательщика и было приведено достаточно много доводов в пользу того, что налоговая реконструкция должна применяться. Во-первых, было указано на то, что налоговый орган не освобождается, в любом случае не освобождается от необходимости определить достоверные, действительные налоговые обязательства налогоплательщика. Кроме того, было указано на то, что подход налогового органа, отказывающего в налоговой реконструкции, по сути дела, нарушает принцип равенства. Поскольку получается так, что налогоплательщик, который добросовестно вел себя в рамках налоговой проверки, который предоставлял все документы, находится в более худшем положении, чем налогоплательщик, который отказался предоставлять документы, либо который уничтожил документы. Поскольку в последнем случае, уже на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса, налоговый орган обязан определить налоговые обязательства с использованием расчетного метода. Суд достаточно много проанализировал материалов, связанных с принятием статьи 54.1 Налогового кодекса и указал на то, что из этих материалов следует, что статья 54.1 Налогового кодекса, ее содержание определялось в связи с постановлением номер 53. А поскольку постановление номер 53 содержит положения, которые позволяют применять налоговую реконструкцию, значит и статья 54.1 позволяет применять налоговую реконструкцию. Ну и, наконец, были сделаны также общие выводы о том, что, во-первых, статья 54.1 не изменяет принципов налогового права, и то, что применение налоговой реконструкции соответствует практике конституционного суда. То есть было принято достаточно развернутое и обоснованное судебное решение. Здесь следует заметить, что также принимались и другие акты, которые указывали на то, что налоговая реконструкция, она применяется, несмотря на наличие статьи 54.1 Налогового кодекса. Такие акты принимались в рамках Уральского округа. Но, как я уже сказал, в общем-то практика окончательно не сформирована, и примером является постановление 9-го арбитражного апелляционного суда. В данном случае суд вновь указал на то, что поскольку есть статья 54.1, и в ней ничего не сказано о налоговой реконструкции, то, собственно говоря, налоговая реконструкция применяться и не должна. Но здесь следует заметить, что окончательно точка в этом деле не поставлена, поскольку налогоплательщик подал конституционную жалобу, и эта конституционная жалоба будет рассматриваться в конце октября 2020 года. Так что будем надеяться, что конституционная инстанция примет обоснованное решение в пользу налогоплательщика. Вообще, в 2019 году также много обсуждался вопрос о том, что существует проект письма ФНС России, который в целом позволяет применять налоговую реконструкцию. Но, к сожалению, все эти разговоры и проект письма, они остались только в рамках обсуждения профессионального сообщества. Кто-то описывал текст проекта письма, сам проект письма непосредственно никто не видел. Но будем надеяться, что все-таки в рамках ФНС России придут к определенному консенсусу, и письмо ФНС России все-таки выпустят. Следует заметить, что с налоговой реконструкцией также связана и еще одна проблема, которая заключается в том, каковы пределы налоговой реконструкции. В общем-то, эта проблема известна давно, применительно к расчетному методу. А именно, можно ли определять налоговые обязательства с помощью расчетного метода, с помощью налоговой реконструкции, только применительно к налогу на прибыль, либо можно все-таки и применительно к НДС. Ну, собственно говоря, практика в данном случае остается неизменной, и в тех даже положительных для налогоплательщика решениях, применительно к налоговой реконструкции, все-таки суды указывают на то, что налоговая реконструкция, она применяется только к налоговым последствиям по налогу на прибыль, ну, прежде всего, к расходам. Так что это также необходимо учитывать. Так, что касается иных проблем, связанных с налоговой выгодой, то здесь хотелось бы поставить проблему, связанную с реальностью поставщика. Следует заметить, что в рамках налоговых проверок одним из главных вопросов, которые должны быть исследованы налоговым органом и на который должен быть сформулирован определенный ответ, является проблема вопрос с реальностью поставщика. То есть в рамках налоговых проверок налоговые органы должны предпринять действия по определению реального поставщика товаров, работ и услуг. На это ориентируют налоговые органы совместные рекомендации ФНС России и Следственного комитета. И здесь следует заметить, что действительно налоговые органы уделяют много внимания проблеме реальности поставщика. И реальный поставщик выявляется, например, путем анализа прежних договорных связей. То есть, например, в том случае, если до спорного поставщика, который поставлял товар у налогоплательщика, были договорные обязательства с, например, заводом-изготовителем спорного товара, то ставится под сомнение вообще реальность отношений со спорным поставщиком. И, например, такой подход был применен в деле СИБНОРТЕХКОМПЛЕКТ. Ну, схожий подход был применен в деле Лукоил-Волгоград-Энерго. Другим подходом является то, что вообще ставится под сомнение целесообразность заключения договора и целесообразность получения товара от спорного поставщика. Например, в ситуации, когда у налогоплательщика были, либо есть прямые связи с импортерами спорного товара. И вот этот подход, он был применен в деле торговый дом Вестуэлл и ЭХО. И во всех этих делах, которые я перечислил, в общем-то, налоговые органы делали вывод о том, что в реальности операции со спорным поставщиком, спорными поставщиками не было. И в действительности товар получался либо от завода-изготовителя, либо от прямых импортеров. И в связи с этим частично, либо полностью отказывалась в применении налоговой выгоды. И вот этот подход, он, в общем-то, поддерживается нежестоящими судами, судьями Верховного суда. Здесь хотелось бы особое внимание уделить делу СИБНОРТ техкомплект. Дело в том, что в данном деле было установлено, что спорный контрагент, он привлекался налогоплательщикам не по собственной инициативе, а поскольку данного контрагента рекомендовал завод-изготовитель. Но, несмотря на это, несмотря на то, что умысла у налогоплательщика не было на нарушение налоговых обязательств, а скорее умысел был у контрагента, тем не менее негативные налоговые обязательства были возложены именно на налогоплательщика. И поэтому, безусловно, на данный аспект налогоплательщикам следует обратить внимание и, конечно, оценивать свои риски, когда тот или иной поставщик товаров, работы, услуг предлагает изменить схему отношений, включив в схему этих отношений промежуточное звено в виде некого контрагента. Безусловно, нужно сразу оценивать этого контрагента, ну и оценивать последующие риски, связанные с предъявлением претензий со стороны налоговых органов. Следующая категория споров, которая связана с налоговыми выгодами, поднимает проблему действий налогоплательщика в интересах третьих лиц. Ну, вообще, эта проблема уже поднималась на канале, я о ней неоднократно говорил, но поскольку споры, связанные с этой проблемой, продолжают возникать, то, безусловно, на них следует обратить внимание. И здесь возник вопрос о том, обосновано ли получение налоговой выгоды налогоплательщикам в том случае, если есть признаки того, что он действует в интересах третьих лиц. И первое дело, которое хотелось бы рассмотреть, дело Лебедянский, связанное с осуществлением рекламных расходов. В данном случае налоговый орган посчитал, что несение таких расходов налогоплательщикам не обосновано в связи со следующим. Дело в том, что, во-первых, налогоплательщик всю свою продукцию реализовывал в пользу одного лица по фиксированной цене. В данном случае налоговый орган пришел к выводу, что налогоплательщик не обладает финансовой самостоятельностью, и в связи с этим ему, в общем-то, и не нужно было нести рекламные расходы по своей продукции, поскольку в любом случае эта продукция была бы реализована, и проблем с реализацией у налогоплательщика не возникло. Здесь следует заметить, что нижестоящие суды поддержали эту позицию, и, в общем-то, судья Верховного Суда также с ней согласилась. Или согласился, я не помню, кто именно рассматривал дело. Здесь вообще следует заметить, что вот такая проблема, она уже поднималась в судебной практике. Правда, поднималась достаточно давно, если не ошибаюсь, где-то в 2010 году. И налогоплательщикам удавалось доказать обоснованность рекламных расходов. И позиция налогоплательщика по такого рода спорам заключалась в том, что если налогоплательщик не будет осуществлять рекламные расходы, то, значит, впоследствии до конечного потребителя, то есть конечному потребителю будет реализовано меньше товаров. А значит, и производить товаров придется меньше. Поэтому тот факт, что есть гарантия реализации всей произведенной продукции конкретному поставщику, еще не говорит о том, что не нужно нести рекламных расходов, поскольку эти рекламные расходы позволяют налогоплательщику в связи с наличием спроса на его продукцию наращивать производство. Но я так полагаю, что такие же доводы заявлялись и в деле Лебединские, но, тем не менее, они не нашли поддержки у судов. В целом, это, в общем-то, отражает тот факт, что в сравнении с 2010 годом, конечно же, практика, она значительно ужесточилась по отношению к налогоплательщикам. И то, что раньше можно было доказывать и обосновывать, сейчас, к сожалению, обосновать не удается. Ну и в данном случае не удается обосновать разумность расходов по рекламе. Следующее интересное дело – это то, что вот этот довод о том, что налогоплательщик действовал в интересах третьих лиц, он был применен также к вопросу, связанному с вычетом по НДС. В данном случае здесь возникла ситуация, что налогоплательщик по лизингу получил игровое оборудование и тут же отдал это игровое оборудование в аренду другим лицам. И здесь, казалось бы, все основания для применения вычетов по НДС есть, поскольку сама по себе операция по получению в лизинг игрового оборудования реальна. Кроме того, само по себе дальнейшее использование игрового оборудования связано с деятельностью, которая облагается НДС. Но, тем не менее, суды посчитали, что здесь есть определенное злоупотребление. В данном случае было указано на то, что налогоплательщику невыгодно было сдавать в аренду игровое оборудование. То есть условия аренды были невыгодны налогоплательщику, они не покрывали расходы, связанные с лизингом этого имущества. И, по сути дела, суды пришли к выводу о том, что налогоплательщик действует в интересах третьих лиц и есть основания для отказа в вычете по НДС. Сразу скажу, что, конечно, подход достаточно спорный. Но, тем не менее, нужно налогоплательщикам принять во внимание, что в том случае, если есть намек на то, что какую-то выгоду от деятельности налогоплательщика получают третьи лица, то это может стать основанием для отказа не только в расходах, но и также в вычетах по НДС. Так, ну и еще одна категория споров, которая связана с налоговой выгодой. Эта категория споров объединяется проблемой имитации реальности деятельности контрагентов. Ну и одно из дел – это Челябинский завод электрооборудования. В нем было установлено, что налогоплательщик имел отношение с контрагентами, которые в целом являются реальными. То есть это реальные организации, которые осуществляли деятельность. Но, тем не менее, те операции, которые осуществлялись между этими реальными контрагентами с налогоплательщиком, они были формальны. И в связи с этим в применении налоговой выгоды было отказано. При этом был вывод сделан о том, что сама по себе реальность контрагента еще не говорит о реальности сделки. Следующее интересное дело – это уральская местная компания. В данном случае рассматривался вопрос, связанный с НДС. И здесь было установлено то, что контрагенты налогоплательщика уплачивали НДС-бюджет. И здесь, казалось бы, есть все основания для того, чтобы применять вычеты по НДС. И, собственно говоря, поскольку сформирован источник, честно говоря, не знаю, полностью он сформирован либо частично в бюджете, но, тем не менее, определенные основания для применения вычетов по НДС есть. Но как налоговый орган, так и суды отказали в применении вычетов по НДС, поскольку было указано следующее. Во-первых, то, что спорные контрагенты, которые были в цепочке между налогоплательщиком и непосредственным поставщиком, они не выполняли каких-либо функций, то есть их роль была формальна. И в целом они встраивались в цепочку между налогоплательщиком и непосредственным поставщиком для того, чтобы увеличить стоимость товара. Ну и это, собственно говоря, в том числе позволяло увеличивать вычеты по НДС. Кроме того, было обращено внимание, что тот факт, что спорные контрагенты уплачивали НДС в бюджет, это не имеет никакого значения, поскольку, по сути дела, это издержки, которые связаны с неправомерной деятельностью сторон, участников спорных сделок. И было также указано на то, что негативные все последствия, они должны возлагаться на лиц, которые участвовали в неправомерных сделках, которые были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды. И при этом все вот эти издержки, они не должны покрываться за счет бюджета. Таким образом, налогоплательщикам, опять же, необходимо принять во внимание, что вот этот довод о том, что контрагенты уплачивали НДС в бюджет, он не будет являться каким-то безусловным, абсолютным. И в данном случае он даже может сыграть не в пользу налогоплательщика. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.